Так, желаю мой. Читаю последние дни новости и офигеваю. И расстались мы с Даниэлем, и разводимся, и предал меня муж, и уехал, и обо мне не думает. И как он мог, и отношения эти с себя давно жили, и отпусти мальчика. Что я только не читаю за эти дни. Давайте, наверное, по порядку объясню. Может быть, у вас получится меня понять. Если нет, окей, вы нас уже развели в интернете, остальное меня вообще мало волнует. Попробую вам разложить все по полочкам и объяснить. Первое, вы все пишете, почему Даниэль уехал в Казань и не остался в Москве, не поискал работу. Вы как-то сбрасываете со счетов, ребята, то, что у Даниэля очень серьезное аутоиммунное заболевание. Он летал в Израиль на обследование и, в принципе, будет наблюдаться в Израиле каждые полтора-два месяца на неопределенное количество дней. Ни один работодатель не захочет отпускать сотрудника на протяжении двух лет периодически вот так вот в Израиль. И то непонятно, как будет развиваться это заболевание. Вылечится оно, в ремиссию он впадет или, наоборот, обострение, никто не знает. Серьезная, правда, болезнь. В Казани получилось найти, правда, крутую работу и с перспективой крутой в плане развития. И по финансам в дальнейшем должно быть все круто. Если бы он на таких условиях нашел работу в Москве, вообще даже никто бы не выбирал. Но нет в Москве такой работы, где бы ему шли навстречу и постоянно отпускали в длительные командировки по состоянию здоровья. У меня так странно, вы пишете, ну а что же ты не подняла свои связи, не устроила мужа в Москву? А, у него спортивное направление, тренерская деятельность. У меня нет в этой сфере никаких связей, ничего. То есть я от спорта очень далекий человек. Да, родители тоже напряглись, искали варианты. Нет в Москве. Вот правда, если вы знаете перспективу работы в Москве, прям вот кому нужен сотрудник, который будет каждые полтора месяца улетать в Израиль на обследование по состоянию здоровья, и непонятно, что там скажут врачи, супер, мы рассмотрим варианты в Москве. Но пока таких вариантов нет. Он это сделал не из предательства, как мне пишут, а потому что человек заботится обо мне и хочет, чтобы у нас финансово было полегче. Любому мужчине нужна а. реализация, б. деньги, третий, чтобы решать свои и вопросы семьи. Поэтому он уехал в Казань. Там нашелся вариант. Жена должна быть рядом с мужем, он себе там найдет молодую. Какого черта ты не поехала за ним? Объясняю. Сейчас у нас есть финансовые трудности. Мои финансовые вопросы, это мои финансовые вопросы. У меня есть определенные обязательства. Ипотека, помощь бабушке в Киеве, мама, родственники. То есть у меня много финансовых трат. И на данный момент я не могу, грубо говоря, взять и с концами уехать в Казань, потому что это нужно все оплачивать. На одну работу Даниэля мы там не проживем. Там нет блогерства, там нет сферы ТВ настолько развитой. Нет, если я условно завтра найду работу в Казани в сфере ТВ, которая будет хорошо оплачиваться, как в Москве, и закрывать там мои потребности, супер, я готова переехать. Но вот так вот, не имея работы, рассчитывая только на заработок Москвы, я не могу с концами уехать в Казань. Поэтому единственный вариант в этой ситуации, это пока мне мотаться на два города, Москва-Казань, у Дани, к сожалению, так не будет получаться, потому что у него работы 5-2. Нет варианта. Ну, если только на один день там приезжать в Казань, но мне в этом плане проще. Я пока не подвержена жесткому графику. У меня нет считать работы, то есть я в свободном графике. Вот. И параллельно мне искать работу в Казани. Если будут какие-то интересные предложения по сфере телевидения, я все готова рассмотреть. Я готова вести там проекты, на телевидении, на радио. У меня есть большой опыт, я считаю, я справлюсь. Так что если кто есть в Казани, если будут какие-то интересные предложения, кидайте мне. Вот. Я направлю свое резюме. Ну, то есть если я найду работу в Казани, я могу и не мотаться, и перевести вот этих лохматых, и остаться там. Но пока, к сожалению, вот так вот. Я буду мотаться на два города. Поэтому скоро я планирую поехать в Казань.